Здравствуйте, друзья! Вы на канале Smartphone China и с вами я, Александр. Компания Xiaomi выпускает множество смартфонов, стараясь максимально заполнить все ниши рынка и предложить пользователям аппарат на любой вкус и кошелек. В прошлом году Xiaomi выпустила флагманский Mi 9, затем его упрощенную компакт версию Mi 9 SE и далее за ним всегда следовали смартфоны с приставкой Lite. Так произошло и в этот раз. Сегодня мы будем рассматривать смартфон Mi 9 Lite. Поставляется аппарат вот в такой вот симпатичной коробке, на которой гордо красуется название модели и, кстати, это название придумано Xiaomi именно для глобального рынка. У себя на родине в Китае этот аппарат именуется Mi CC9. Комплектация смартфона довольно стандартная. Помимо кабеля Type-C, зарядного блока на 18 ватт и скрепки для открытия лотка, в комплекте имеется вот такой вот прозрачный силиконовый бампер довольно неплохого качества, который на первое время обеспечит защиту смартфона. Сам аппарат выполнен по флагманским канонам и с внешней части ничем не отличается от Mi 9. У него абсолютно такой же экран и такие же физические размеры. Материалы, применяемые в данном аппарате, это стекло, металл и пластик. И тут нас ждет первое разочарование. Вот эта вот рамка, она, друзья, все-таки пластиковая. На канале есть разбор этого смартфона, вы можете посмотреть. Но в принципе аппарат это не портит и собран он в целом очень хорошо. Кнопка включения качелька громкости на правой стороне, сверху никуда не делся ИК-передатчик. Традиционно для смартфонов Xiaomi, для управления техникой. Второй микрофон, шумоподавление, запись и стереозвука. 3,5 мм разъем, который многим пригодится на левой грани. Лоток для сим-карт, он гибридный. Можно поставить либо две симки, либо одну симку и карточку памяти. Снизу две решетки, под одной из которых микрофон, под другой динамик и USB-C. На обратной стороне расположилась камера из трех модулей, чуть упрощенная относительно своего старшего брата Mi 9. Вспышка, один светодиод, один тонн и очень приятный бонус, индикатор, встроенный в логотип Xiaomi, который моргает разными цветами на уведомления. В целом, к сборке никаких вопросов у меня не возникло, все отлично собрано, хорошо, да и внутри все выглядит достойно. Конечно, без изысков, нету компаунда на материнской плате, нету уплотителей вокруг разъема, как говорится, ничего лишнего. Цвета, насколько я знаю, три, как у меня белый, черно-серый такой и также еще синий, приятный цвет. Экран. У смартфона 6,39 дюйма, точно такой же диагональный, как и у Mi 9, как я сказал. AMOLED Full HD+, 2340 на 1080 точек, 403 ppi плотность пикселя, яркость 430 нит стандартная и 600 максимальная, при использовании автоматической яркости. Цветовой охват NTSC 103,8%, есть поддержка HDR, функции DC Dimming, прикрытый кран стеклом Gorilla Glass 5 поколения с достаточно хорошим олеофобным покрытием. Данный экран – это вполне типичная современная AMOLED панель без воздушной прослойки, с сенсором на самой матрице и структурой пикселей Pentile RGBG, имеющей в два раза больше зеленых субпикселей, чем красных и синих. Когда Samsung придумал этот экран, эту технологию, он именовал ее Super AMOLED. Сейчас, для упрощения, все называют ее просто AMOLED. Экран имеет хорошую цветопередачу, отличные углы обзора, высокую контрастность, да, несмотря на то, что это AMOLED, контрастность у разных дисплеев AMOLED все-таки отличается, и уровень яркости достаточный для работы на прямых солнечных лучах. Баланс белого немного смещен в теплый оттенок, что, в принципе, достаточно быстро можно исправить из настроек MIUI. Мультитач в смартфоне на 10 касаний, никаких вопросов в процессе эксплуатации у меня к нему не возникло. В качестве основы для данного смартфона был выбран чип от компании Qualcomm Snapdragon 710. Выполненный по 10-мм техпроцессу, имеет в своем составе 8 центральных ядер, в двух кластерах, 6 энергоэффективных А55 и 2 высокопроизводительных с архитектурой А75. Графический процессор Adreno 616, оперативная память в смартфоне стандарта LPDDR4-X, работающая на частоте 2133 МГц в двухканальном режиме, в данном случае ее 6 ГБ, и скорость копирования достигает более 12 ГБ в секунду. Накопитель в смартфоне стандарта UFS 2.1 на 128 ГБ, обеспечивающий вполне типичные скоростные характеристики для данного стандарта. Данная однокристальная система достаточно хорошо известна и изучена. Это так называемый мейнстрим, самый центр среднего сегмента, обеспечивает достойную производительность во всех повседневных задачах, а также позволяет запускать и комфортно играть даже в тяжелые игры на средне-высоких настройках. На всякий случай тест 5 ГБ еще покажу вам. Все необходимые для работы датчики в смартфоне имеются. Есть магнитный датчик, гироскоп, детектор шагов, ну, само собой датчик освещения, приближение, акселерометр, все имеется. Далее батарея. В смартфоне установлен литий-полимерный аккумулятор емкостью 4030 мАч, есть поддержка протокола быстрой зарядки Quick Charge 4+. Комплектный блок обеспечивает зарядку по стандарту Quick Charge 3.0 и имеет максимальную мощность 18 Вт. Время зарядки от 0 до 100 вы сейчас видите на экране. Это выключено состояние от комплектного блока. И типичные примеры энергопотребления на основе моих стандартных тестов. Вот при таком уровне яркости производилось тестирование, примерно 65% и 60% громкость была установлена для мультимедиа. И первый тест – это энергопотребление в играх. Типичная оффлайн 3D нагрузка. Тест Epic Citadel. 8 часов 48 минут проработал смартфон. Вот кривая разряда. Прекрасная, ровная, все хорошо. Далее тест оффлайн видео. MX Player. Аппаратное декодирование. Full HD ролик. 18 часов 12 минут. Очень хороший показатель для батареи в 4000 мАч. С разрядом также все хорошо. И последний тест – это видео онлайн YouTube. 1080, 60 кадров в секунду. 13 часов 39 минут. Проработал аппарат. Отличный результат. Причем, что интересно, я проделал тесты и на 10-й MIUI, и на 11-й. И если в тестах энергопотребления видео оффлайн и в игровом режиме изменений никаких практически не произошло, то в тесте видео онлайн прирост на 11-й MIUI налицо. 12 часов 55 минут смог проработать на 10-й MIUI аппарат в тесте онлайн видео. И 13 часов 40 минут на 11-й MIUI. Это радует, что с обновлением ничего не ухудшилось, а только улучшилось. В целом, у смартфона все хорошо с энергопотреблением. Конечно, тяжелые игры будут потреблять у вас больше за счет Wi-Fi, больше нагрузки на графический ускоритель, если вы играете, например, в какой-нибудь PUBG. Но автономность у данного смартфона находится на отличном уровне. Плюс ко всему есть быстрая зарядка, которая отлично работает. Далее – работа с навигацией. Аппарат умеет взаимодействовать с системами спутниковой навигации GPS GLONASS by DOI QZSS, всеми известными, в общем-то. Количество спутников отличное, уровни их высокие. А вот с введением есть некоторые проблемы. Не то, чтобы они глобальные, но вот, собственно, замер, как я иду по дорожке, вы видите, да, по карте показывает немножко сбоку меня. Правда, это была очень плотная облачность, но я тут же достал OnePlus, и мы шли с супругой, и на OPRI, но также проверили, они позиционировались чуть точнее. Особенно это заметно, когда мы стояли на переходе, видите, радиус увеличивается, значит, точность снижается. Раз, вроде бы, нормально стало. Ну, в целом, конечно, все в порядке, все работает, по дорогам ведет. В отсутствие прямой видимости спутники все равно находятся, и даже позиционирование вполне приличное. Далее Wi-Fi. Аппарат умеет работать в двух диапазонах, 2,4 и 5 ГГц стандартов ABGNAC. Как обычно, возле роутера 2,4, стрелка лежит на минус 40, одна стена от роутера, есть некоторое падение, две стены от роутера. Падение продолжается, и я бы сказал, оно чуть больше, чем на других аппаратах, и самое глухое место в квартире, за двумя кирпичными стенами и зеркалами, аппарат немножко зашел в желтую зону. Далее 5 Гц диапазон возле роутера, традиционно он чуть слабее, одна стена от роутера, падение сигнала, две стены от роутера, граница желтой и зеленой зоны, и самое глухое место в квартире, как обычно, вот такой вот результат, за минус 70 аппарат уходит, и причем он вот как-то достаточно сильно отклоняется в разные стороны. Вот один скриншот чуть меньше, другой скриншот чуть больше, ну, в общем, как-то так. Некоторая нестабильность наблюдается, при этом, конечно, все отлично работает, и Full HD ролик с видео, например, воспроизводится без проблем, но все же вот такая особенность имеет место быть, и Wi-Fi также небольшой минус. Далее скорость работы мобильного интернета и Wi-Fi, и качество голосовых вызовов. Начнем с работы Wi-Fi. На 2,4 аппарат имеет ширину канала 20 МГц, и поэтому скорость соединения у нас составляет 72 Мбит в секунду. Но если у вас провайдер не дает, как у меня, больше 50, для вас это значение, в общем-то, не имеет. О совместной работе с включенным Bluetooth на этой частоте я теперь все время традиционно рассказываю, и да, скорость падает. Вместо 40 мы получаем 11,5 Мбит в секунду, что, конечно, неприятно, но все-таки не критично. На частоте 5 ГГц традиционно падение этого незаметно, хотя, конечно, от пользователей, от некоторых, я получал информацию, что, например, на Redmi Note 8 включенный Bluetooth оказывает влияние и на 5 Гц диапазон, что само по себе странно, поскольку Bluetooth работает на частоте 2,4, и на пятерку он влиять, но никак не должен. Но в этом аппарате все в порядке, на 5 Гц диапазоне никакого падения нет, даже с использованием Bluetooth совместным. Скорость LTE. Тут абсолютно никаких проблем у аппарата нету. Вот у меня замеры 41, это, по-моему, как раз в онлайн распаковке я показывал. Далее максимальная скорость в идеальном месте приема у нас достигла 153 на даунлоуд. Ну и вот еще один замер 36, это дома у меня. Так что тут все отлично, модем лупит на полную, 153 Мбит, а если у вас провайдеры на таких скоростях работают, аппарат способен выдать без проблем. По качеству голосовых вызовов динамика и микрофона. По приему у меня не возникло никаких нареканий, но, правда, я тестирую в городе, и никаких провалов я не обнаружил. Кстати, на раздачу аппарат тоже работает нормально в качестве модема, никаких перегревов у него не замечено, примерно час тестировал, все в порядке. Качество разговорного динамика отличное, на твердую пятерку, запас громкости хороший. Качество микрофона также очень хорошее, может быть, чуть-чуть детализация у него поменьше, но это я сравнивал с Opa Rina, там микрофон просто идеальный. В целом, за эту стоимость очень хорошо все со связью, с качеством микрофона и динамика также. Далее системы настройки. На данный момент аппарат базируется на 11 версии MIUI и 9 версии Android. Обновился я практически сразу, особенных никаких глюков тормозов не заметил, но исключаю вот эту вот анимацию, которую нам теперь предлагает MIUI, чтобы все было красиво, плавно. На мой взгляд, вот это совершенно лишнее. Лучше бы сделали скорость работы побольше, чем красоту, так сказать, в анимационных каких-то вставках. Но в целом работает нормально, у меня нареканий, особенных на нее нету. Бегал по настройкам сим-карты мобильной сети. Dual 4G режим присутствует, можно работать с двумя симками в 4G. Wi-Fi я уже все рассказал, два диапазона, все в порядке. Кстати, на частоте 5 ГГц максимальная скорость соединения у нас достигает 433 Мбит в секунду. Это по стандарту AC. Bluetooth в аппарате пятой версии есть поддержка кодека aptx-HD, точка доступа Wi-Fi, подключение другие, имеется у нас беспроводная передача изображения, конечно же. На ваш смарт-ТВ или ТВ-бокс есть NFC, которая работает замечательно на оплату. В банкоматах можно не вставлять карточку теперь в аппарат. А вот почему-то в транспорте Xiaomi не работает. Оплата не проходит через терминалы. Такая же проблема была и с Mi 9 SE, и вот с этим аппаратом тоже. Надо сказать, что OpaRina и OnePlus мы справляются без проблем с оплатой, в том числе и в транспорте. Активный экран блокировка. Здесь у нас находятся настройки Always-On дисплея, всяческие стили анимации можно задать и прочее. Уведомления на экране. Я так и не понял, работают они или нет. Что-то я не увидел. Никакой вот этой вот анимации пока. Говорили, что вроде как она есть, но не до конца почему-то еще работает. Наверное, обновление исправит эту ситуацию. Always-On дисплей, кстати, хоть и достаточный функционал у него есть, но вот сообщение на выключенном экране, как мой OnePlus, он почему-то не показывает. Пробуждение двойным касанием. Пробуждение при взятии в руки тут же находится. Экран. В экране, как всегда, присутствует настройка цветовой схемы. Есть функция устранения мерцания DC Dimming. Есть темный режим, темная тема. Есть скрытие выреза вот таким вот образом. Либо так, либо так, либо капли. Я лично к капле привык. Меня она не раздражает. Настройка полноэкранного режима для всех приложений. Настройка уведомлений. Рабочий стол. Ленту виджетов я традиционно отключаю. Как и рекламу показывает приложение. Обои темы, пароли и безопасность. Здесь у нас находится разблокировка отпечатка пальца и по лицу. Отпечаток пальца работает хорошо, в принципе. Разблокировка по лицу также работает быстро. Правда, хочу отметить, что на 9-й MIUI чуть-чуть субъективно, но быстрее разблокировался смартфон по лицу. В приложениях у нас находится колонирование. Полезная функция. Пока лучше, чем в MIUI. Я ее реализации не видел. Можно колонировать любые приложения. Соответственно, разрешение для приложений тут же. И защита приложений. Паролем можно сделать без проблем. В расширенных настройках присутствует у нас еще раз безграничный экран. Функции кнопок. Настройка одной рукой. Соответственный помощник. Режим для разработчиков тут же находится, если вы его активировали. В особых возможностях ускоритель игр есть. Game Boost, который сейчас во всех оболочках практически от тех компаний присутствует. Есть настройка того самого светового вот этого индикатора, который моргает на всяческие события. В том числе и на воспроизведение музыки. И в играх, когда ускорение включено, он тоже подморгивает. Ну, сейчас модно все делать RGB-шное. Вообще, как индикатор уведомлений, это, конечно, функция отличная. В условиях того, что индикатора, собственно, никакого светового больше нет. Также присутствует второе пространство. Еще одна учетная запись. Mi Account, Google, синхронизация, обратная связь. Ну, все как у всех. В целом, оболочка работает неплохо. В принципе, мне понравилось. Я не сильно люблю в последнее время MIUI, но здесь как бы вопросов особых никаких не возникло. Многозадачность тоже неплохая. 6 гигабайт оперативной памяти дают нам нормальный простор для этого. Но со временем, конечно, приложения все-таки закрываются. Но это происходит даже на моем OnePlus с 8 гигабайтами оперативной памяти. Далее у нас мультимедиа и рассмотрим воспроизведение видео. Аппарат отлично крутит все вплоть до 4К, без проблем. Давайте послушаем громкость и качество динамика. Громкость, в принципе, неплохая, хотя без особого запаса. А вот качество на 4 даже может быть с небольшим минусом. Это довольно странно, поскольку в аппарате есть усилитель для внешнего динамика от Texas Instruments TAS2562. Видимо, качество самого динамика не очень. Ну, или же программная обработка слабая. Вот, например, на Oppo Reno первого поколения, когда аппарат пришел только ко мне, значит, попал в руки. Был тоже звук не очень. После того, как пришло первое обновление и появился Dolby Atmos, звук стал просто шикарный и по сей день такой. Видимо, вот программная составляющая, я думаю, не хватает данному динамику. Посмотреть любимого блогера или какую-нибудь киношку, это, пожалуйста, без проблем. Лингтон тем более. А вот музыку послушать, ну, наверное, надо либо наушники, либо Bluetooth, акустику внешне. По звуку в наушниках мне все понравилось. Исключение только уровень громкости. Он без запаса, но это традиционно лечится сменой региона. А общее качество звучания по 3,5-мм разъему даже понравилось мне чуть больше, чем Mi 9T. Mi 9T звук какой-то более плоский, здесь нормальный объем, хорошее разделение инструментов, все отлично. Как для, разумеется, встроенного звука. По Bluetooth звучание также очень высокого качества, благодаря наличию кодека aptX мне все понравилось. Из дополнительных мультимедийных возможностей присутствует FM-радио, которое работает при подключенных наушниках. Также диктофон. А вот записи разговоров, к сожалению, нет. Потому что, как вы видите, звонилочка здесь гугловская. Но, правда, есть надежда, что она вернется. Да, поговаривают, что хотят вернуть ее в прошивку MIUI. Ну и напоследок, друзья, как всегда, камера. Основная состоит из трех модулей. Главный это Sony на 48 или 12 мегапикселей с диафрагмой 1.79 с объективом из шести элементов. Далее 8-мегапиксельный широкоугольный объектив с диафрагмой 2.2. И последний модуль это 2 мегапикселя для определения глубины резкости и разметия заднего фона. Фронтальная камера на 32 мегапикселя. 4 в 1 супер пиксель технология поддерживается с диафрагмой 2.0. Видеоаппарат умеет записывать до 4K30 кадров на основную камеру. Есть стабилизация, но работает она в режиме только 1080-30 кадров в секунду. Также есть запись 1080-60 кадров в секунду, но, к сожалению, без стабилизации. Имеется замедленная съемка максимально 960 кадров в секунду при разрешении 720p. Фронтальная камера умеет записывать видео 1080-30 кадров без стабилизации. Программа камеры выглядит традиционно для аппаратов Xiaomi. Режимы видеозамедления, видеоклип, видеофото, портрет. Ночной режим, панорама и режим профи, где все можно покрутить ручками и попереключать объективы вручную. В режиме фото настройки основные, в том числе и включение 48 мегапикселей, вот отсюда из шторки. Есть режим HDR, режим AI, искусственный интеллект. Естественно, все это работает с учетом распознавания сцен еще. Видео, переключение разрешения. Вот здесь вот очень удобно наконец-то сделано. Ускорение присутствует. Здесь вот переключаются объективы, широкоугольный, обычный. И есть двукратное увеличение по нажатию кнопки. Но еще можно вручную. И по фотографиям. Сразу скажу, что камера мне здесь понравилась. В принципе, так же, как и на Mi 9 SE, даже на стоковой программе все очень неплохо. Xiaomi довольно хорошо подтянули качество родного софта. И теперь он так дико не мылит. Вот классический снимок. Смотрим детализацию обоев. Все на хорошем уровне. Очень достойный баланс между шумоподавлением и детализацией. Динамический диапазон неплохой. Широкоугольный объектив делает довольно неплохие снимки. Правда, у него нет фокусировки. То есть он фокус-фри. Ну и детализация из-за этого у него, конечно, значительно ниже. Но зато широкий угол. Вот еще фотография в условиях искусственного освещения. Да, на удалении, конечно, четкости такой резкости не наблюдается. Но вполне себе неплохо. Вот это вот в очень темном углу сделано. И камера достаточно хорошо справилась. То есть видно даже мелкий текст на ценниках и на всех бутылочках. На улице, к сожалению, у нас не было ярких солнечных дней в это время. Но и так прекрасно видно, что качество обеспечивает очень достойное. Это вот сравнение обычный модуль и модуль широкоугольный. Смотрим детализацию с обычного модуля и широкоугольного. Да, конечно, фокус-фри до 8 мегапикселей. Но все достойно при хорошем освещении. В транспорте хорошо справляется с информацией за окном. Пересветов никаких и нет. Режим 48 мегапикселей. Традиционно я считаю его странным. Вот обычная фотография. Да, при приближении большом, вот скажем, номер на машине возьмем. Он уже немножечко распадается. Если мы возьмем 48 мегапиксельную фотографию, то при увеличении мы увидим его вроде бы субъективно лучше. Однако, качество фото какое-то получается замыленное. В общем, снимать, как обычно, только при очень хорошем освещении на 48 мегапикселей. Режим HDR отрабатывает неплохо. По центру, посмотрите, детализация какая приличная, кирпичиков. И хорошая детализация, например, за окном, в отделе аксессуаров и сотовой связи. Видно людей, видно лица. Есть некоторое замыливание по краям кадра. Вот здесь это видно на деревьях. Но это не критично. В общем-то, на любой линзе смартфона есть такое замыливание. В общем, днем фотографии получаются очень хорошего качества, с хорошей детализацией, правильной цветопередачей. Видеоаппарат пишет, как я уже сказал, в режимах до 4К. Стабилизация электронная присутствует. И она здесь практически такая же, как у смартфонов Redmi. Не особо выдающаяся. Она маленечко желеобразная, и даже днем это заметно. Но в целом есть и хорошо. Видео я вам ставлю 60 кадров в секунду под проект. Остальные примеры посмотрите по ссылке в архиве. 10.83, но теперь уже 60 кадров в секунду. Стабилизация в этом режиме, если я помню, уже недоступна. Электронная оптического смартфона, к сожалению, нет. Но зато 60 фпс. Ночные фото. В смартфоне присутствует ночной режим, и он здесь реализован даже очень неплохо. Вначале посмотрим стандартную фотографию. Тоже, кстати, хорошо получается. Единственное, что не видно информации внутри магазина. Но зато хорошо видно вывеску, и нормальная, в принципе, детализация. И даже вывеска сама аптека не сильно пересвечена. HDR в ночное время, я считаю, что бесполезен. Как-то он странно работает. А вот непосредственно ночной режим дает хороший результат. Да, немножечко снижается детализация. Это видно по вывеске, по залезным кирпичикам. Но в целом все хорошо, экспозиции поднимаются, детали различные в тенях лучше, динамический диапазон увеличивается. В общем, радует. Вот еще примерно. Это обычная фотография. Видим пересвет. И ночной режим. Пересвет полностью убран. Какие-никакие детали появились на заднем плане. И даже буквки ТАТНЕФТЬ читаются. Ну и в целом без кропа фотография выглядит достаточно бодро. Запись видео в ночное время. Ну, тут тоже еще выдающегося нету. Неплохо держит экспозицию. Не скачет она. Нормально достаточно баланс белого. Ну, а детализация не сильно высокая. Плюс стабилизация подпластилинивает. Единственное, понравился мне режим 4К. Если снимать, например, со штатива, а не с рук, ну или просто не в движении, то качество прилично и шумов практически нет. Это порадовало. То есть резкость в 4К в ночном режиме хорошая. 1080p, 60 кадров в секунду. Стабилизации при этом нету. Поэтому лучше снимать не в движении. Тут будет с кадрами. Но зато все плавненько, хорошо выглядит. А в движении как-то вот так. Раз. Два. Мне нравится, как на источнике света реагирует смартфон. Не прыгает особенный баланс белого. Фронталка ночью пишет видео отлично. Мне понравилось. Вообще, фронталка здесь просто огонь. Она делает хорошие снимки даже в вечернее время. А уж про дневное и говорить нечего. В общем, детализация максимальная. Все видно очень-очень хорошо. Портретный режим. Вот тут меня что-то не порадовало. Очень как-то он в сложных ситуациях некорректно работает. Видите, как размыт череп у куклы. Так, если можно сказать. Голова. Достаточно сильно. Я пробовал сделать еще одну фотографию. И результат получился еще хуже. Тут вообще изображение двоится. При всем при этом само лицо вроде бы резкое. Но как-то вот не очень корректно. В сложной достаточно, правда, ситуации отрабатывает. Потому что я тестирую именно вот так вот. Сразу видно, какой аппарат справился, какой нет. А вот с фронтальной камерой портретный режим вполне себе хороший. Программно размывает неплохо. Но единственное, вот здесь вот где-то на ухе чуть-чуть у меня ошибочку видно. Работа вспышки порадовала. Правда, не очень быстро делается фотография. Но хороший баланс белого. И достаточно приличная детализация. Как и на фронтальную камеру при помощи вспышки, то есть подсветки экраном. Прям живой человек. Нормальный скинтон. И приличная детализация благодаря общему хорошему качеству фронтальной камеры. Ну и по камере все, что по смартфону в целом. Несомненно, за свои деньги аппарат must have. У него, конечно, есть некоторые недостатки. В виде, ну прям-таки, не идеального баланса белого экрана. Не самого лучшего динамика. Но в целом аппарат меня лично очень порадовал. Мне понравилось и как он работает, и как он в принципе собран. Учитывая, конечно, эту ценовую категорию и вообще аппарат MIUI. Все с ним хорошо. Поэтому лично я его своим знакомым, друзьям и близким рекомендовать к покупке буду. А на сегодня, друзья, у меня все. Всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, оставлять комментарии. Нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить выход новых видео. И до новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok